Доброе утречко. Давай осторожно. Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья. Сегодня у нас великий праздник. Сегодня у этого человека день рождения. Ему исполняется 30 лет. Юбилей. И так как наш отпуск накрылся немножко медным тазом, мы решили чему, что нам еще делать, короче. И поехали в план Киев. Сняли байк на два дня. Думали, сейчас не доедем на этот рантайк. Но ничего, на эго режиме даже доехали нормально без остановок. Поэтому сегодня мы будем кататься, сегодня будем ходить по красивым местам. И с днем рождения еще раз. К счастью, полные штаны, как вы видите. Поехали наверх. У меня уже уши все полностью заложило, если честно. Еще нам дали какой-то бесплатный флайер на дегустацию пива. Единственный радость сегодня. В смысле? Ты наглая морда. Мы приехали, хер хайми, куда вообще кататься. Красоту смотреть. А ты всего никак не отойдешь от своего Сеула дурацкого. Кажется, мы еще не все. Возможно, это была первая станция. Ну, мы были вот как это было, на самом деле. Пойдем на смотровую. Вон туда. Ну, собственно говоря, вот мост Руки Бога. Я не скажу, что я расстроен. Ладно, мы до сюда доехали. В любом случае, возможно, до вечера немножко погода раздраконится и будет все нормально. Поэтому пока ничего ни хера не видно. Надо снимать ожидание реальности. На память надо будет фоткаться все равно. Это мартышка. Мартышка. Кто лазит-то? Вместе в холосток. Ты так хорошо сужил. Все. Чувак-то переигрывал еще. Да. Счастливая свинота. Это вот это Родальбан или что? Нет, это фуникулёр. Чувак-то переигрывал еще. Немножко расцвело. Облачка ушла. Стало красиво. Я что-то не помню, чтобы свинья у нас была с Джизусом связана как-то. Родальбан. Я считаю, что нам повезло с погодой. В плане жары здесь очень хорошо. Но в плане смотрибельности не очень все хорошо. Мне кажется, так лучше. Потому что вот выходило солнце минут на пять. И опять можно умереть было. Если тут было бы так все время, все там условно восемь часов, пока мы будем гулять. Это было бы ужасно. Мы бы, наверное, измотались. За пять минут у кого-то опять был бы солнечный удар. Неправда, у нас есть вода и все что. Мои ожидания совпали с реальностью. Какого-то вауэффекта пока что нет. В смысле? Это все потому, что в Корее не пустили. Да нет, неправда. Да что ты два дня ходишь, как бы хуже у жареных. Не ври. Не вру. Обидки мы какими-то вечно помнят, он дуется. У меня старый стал сегодня. А мне тут нравится. Сейчас пивка выпью и все. Мы так и не нашли, где обменять эти клаверы на пиво. Самый, правда, вон, видишь. Ничего не понятно пока. Но снова в облаках. Такие кусманы большие. И сырый соус еще. Нет, ребятки, Марлин уже не так. Что же с тобой? А еще? Ты кто? Короче, хотим сходить в магазин, в музей восковых фигур. Но что-то как-то непонятно, где, во-первых, купить билет. И кто там будет. Какие-нибудь чайнизы мне неинтересны. Хочешь что-нибудь интересного. Они такие странные, если честно. Мне кажется, Леди Гага здесь больше всего похожа. Это монстр. О, мой гаош. У него что, зеленые глаза были, что ли? Сейчас вам кринж такой покажу. Смотрите на Анжелину Джоли. Мне кажется, ей немножко плохо. Почему они стоят, как два дебила? Мне кажется, им плохо. Ну, похоже. Одно лицо. Я на Ди Капре уже все, он это с Петиди там своими делами занимался, поэтому мы с ним не пойдем фоткаться. Такой карлик. Старшилка смешная была. И в такие же лица были. Майкл Джексон немножко перепил. У него там вставная челюсть. Покажи. Реально? Да, у него вставная челюсть. У него же темные волосы были. Почему его сделали? Это по штанам. Иди теперь фоткайся с человеком, который запрещает все права. Собамы будешь. Примерно так выглядят разговоры на кухне в 5 утра. Трава у тебя похожа к стоить. Да, Джонни. Жизнь тебя потребует. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мастер-Бургaren. И я как-то согласаю. А тебя как-то не. Окей, с Państwo, let's go. I know you can do it! Вы проиграли, но не сломлены. И я уже в году, если честно, хочу вот на этой штуке прокатиться. У нас в нашем парке она не работает, поэтому я хочу хотя бы здесь прокатиться. Если я блефанул, я все равно хочу. Нам запретили снимать, но мы все равно снимаем, блядь. Не арь. Блядь, держаться. Почему так резко? Блядь, вам телефон не выродите. Держи крепче, я не торможу. Это все. Не отнимаю. Все, я не могу. Несмотря вот на это вот все, я не жалею, что мы приехали сюда. Хотя бы какое-то отвлечение. Вау, смотрите, как красотища. Это какая-то помпкин фарм. Ферма помпкинов. Тыквенная ферма. Я забираю его с собой там. Сыграется что-нибудь? Музыка подставишь, Любовь. Что я вам рассказал? Изумительная погода. Изумительный Люд. Все, что нужно для счастья сегодня. Там масоны. Там Джей Зи и Бьюнс. Нет. Я тоже не жалею. Несмотря на то, что здесь все искусственно сделано. Все бутафорское. Но это выглядит лучше, чем Юв Короля. Да. Считаю, что это один из лучших дней, которому прогрелись на Вьетнаге. Пиво 2 литра не сказывается. Да, да. Здесь вот с этой погоды так атмосферно вообще все выглядит на самом деле. Все как-то... А вон туда нельзя зайти, смотри. Мы уже сегодня нагулялись, но мы не знаем теперь, как выйти отсюда. Здесь полный вообще туман. И мы потерялись, походу, как обычно. Где exit этот дурацкий? Может сюда нам надо? Нет. Господи, мы уже здесь 20 кругов находили. Домой. Домой хочу уже. Устал. Я счастлив, конечно, но я устал немножко уже. Так мы здесь были же. Все, мы наконец-то нашли. Я уже хочу полежать, если честно. Просто не то, что я устал, просто как-то вынадолся немножко. Увидимся дома. А может не увидимся. Короче, спасибо, что смотрите наши дебильные влоги, как обычно. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там все очень интересно. Все, нас уже не видно. Поэтому пока. Наш днем рождения. Его, точнее, Сергей Александрович. Мое будет через две недели. Поэтому все. Посынушки. От души. Пока. Человека за руль пустили. Я поехал. Мастер вождения, считаю. Прирожденный вьетнамец. Поехал. Ребят, пипец, я копнул байк. Когда возвращались из Баннахилла, я, короче, пытался. Я пытался первый раз сесть на байке, но все равно, говорит, все снимал. В итоге, как обычно, все самое интересное оказалось закадом. Ну, я поехал не по той дороге. Ай, в итоге мне нужно было развернуться просто. Я перебутывал тормоз с газом. Я врезался, точнее, в какую-то клуба для дерева. Короче, я первый раз просто в нее уехал. Потом я хотел отогнать немножко байк. Ну, вытащить его оттуда. И в итоге нажал на газ, и он у меня просто поехал опять вперед. У меня вон все ноги, короче, бодрые в синяках. И Серега сейчас пошел сдавать байк. И я даже боюсь представить, что нам, какую цену нам там сейчас вывалят за все вот это вот. Очередной раз убеждаю, что такие транспорты вообще не для меня. Я жду. Дурди кто. И вон, ну, короче, всего. Бодрые там. Чего не расстраиваешься? Чего тебе сказали? Да, что мы ничего не сказали. Ну, я забыть, провел текст. Короче, сказал тебе, что случилась вот такая неприятная ситуация. Показываю на эту трещину. Он такое изумленное лицо сделал. Типа, вау. Потом вниз еще нагибается. И смотрит. Я не понял, там дальше что-то трещина еще вниз пошла. И он уже такой. Типа, еба. Чувак, ты на бабке. Я уже мысленно пересчитываю миллионы в главе. И вот, типа, ну, смотрю уже в этом сообщении, босс пишет, типа, этот, 200к. Я такой. Ну, сказал типа, сори. Я такой говорю, да это я сори должен говорить. Что такое на дворе. Ну, и все, сказал типа этот. Окей, сори, бай. Ну, в смысле их черный список? Не знаю. В следующий раз нам ничего не дадут просто. Короче, Андрею теперь надо научиться водить хотя бы 10 метров нормально. Он будет брать байк в аренду и передавать его мне через 10 метров. Главное, чтобы твой паспорт был. Я не чаю, да. Да нет, просто надо купить байк и уже этот. Не бить его, не зазрить свойственно. Не переживайте за вот таких ситуаций, то, что взять в аренду байк и он не использует его. Тоже, конечно, с нашей стороны жалко. То, что испокарили байк. Куда мы его потом денем, когда вы его уезжаете? Да, я не. Продайте им так же. Если нас просто не пустят опять и привезаранее. В смысле? Да хрен знает. Ну, пусть, но теперь число вас только будем ездить. На байке. Короче, ладно, все нормально, все обошлось. Минус 200к.